На выборах каждый должен как следует подумать, выбрать достойнейших, отметить их имена на бумаге и тут же бросить эту бумажку в урну. Что такое? Здравствуйте! Кандидат в депутаты Шпонкин желает вам доброго утра и поздравляет вас с днем выборов. Совсем обалдели. Какой Шпонкин? Я после тяжелейшей ночной смены, сейчас шесть часов утра. Правильно. Избиратели участки уже широко раскрыли свои двери и кандидат в депутаты Шпонкин. Пошел ты нахрен со своим Шпонькиным, понял? Я тебе так скажу, вот ваш Шпонькин идиот. И агитаторы у него дебилы. Мужик, ты на меня не обижайся. Я собирался проснуться и пойти проголосовать за Шпонькина. Вот я теперь за него буду голосовать, ты понял? За Сундукова я буду голосовать. За Сундукова! Вот так вот! А я не обижаюсь. Я-то как раз агитатор Сундукова. Вася, это к тебе. Ага. Мне туда, да. Туда, туда. А, сюда. Добрый день. Здрасте. Приятный аппетит. Спасибо. Доверенное лицо депутата Ложкина, голосуйте за партию Ложкина. Мы обещаем накормить весь народ. Накормить. Значит... Партия Ложкина. Депутат Ложкин. Здесь он. Главное, это решить продовольственную проблему. Вы согласны. О, да. И обеспечить стране... ...продовольственную безопасность. Ага. Обеспечить так сделать, чтобы наша пищевая промышленность работала на всю катушку. О, мужик. Да? А ты чего вообще? Голосуйте за депутата Ложкина, он обещает накормить народ. Ага. Я понял. Накормить народ уже не актуально. Слушай, а посуду помыть он не обещает? Сейчас узнаю в штабе. Господи, и помилуй Богом хранимую страну нашу, власти и воинству и я. О, гради миленький... Папа! Пап, дорогой, ну я же тебя просил, ну я же тебе объяснял, что Пупкин очень хороший кандидат. Так я все помню, сынок. Что ты помнишь? Все. Я же тебе объяснял, что он не просто прекрасный политик, честнейший человек. Он еще так на секундочку мой начальник. Ну я понимаю, твой начальник, ну я все сделал, как ты просил. Что ты сделал, как я просил? Я тебя просил просто пойти и поставить за него птичку. Птичку. А ты что сделал? А я пошел и поставил за него свечку. Ну так просто надежней. Прости, Господи. Вот такой вы, Иван Павлович, получились. А что, хорошо. Добрый такой, человечный, а? Мне нравится. Что еще? А вот здесь подпишите, пожалуйста. Ого. Так, а ну пошел вон отсюда. Пошел вон отсюда, я тебе сказал. С прокламациями своими. Вы что себе позволяете, а? Это что вы себе позволяете? А-а-а! Если вы самый дорогой имиджмейкер, и у вас там на счету сотня избранных депутатов, это еще не значит, что вы должны вот так вот врываться ко мне в кабинет. А ну сидеть! Сидеть, я сказал. Правильно. Я самый дорогой имиджмейкер. И то будете вы депутатом или не будете, это уже давно не ваше личное дело. Это вопрос моей профессиональной чести. А-а-а, что я? Вы что написали в декларации об имуществе, а? Имею домик в Швейцарии. Вы что, с ума сошли? Завтра об этом напишут все газеты. Домик у него в Швейцарии. У простого человека из народа. Уборца за права рабочих. Вот они за тебя проголосуют. Твои рабочие, понял? Нет, ну, я действительно решил, что они и так докопаются. Думаю, сам как бы честно расскажу. Так, где там домик этот в Швейцарии? Где он? Ну, возле Женевы. Возле Женевы где? На природе, в предместе. Нет, ну, кто же сейчас в городе покупает? Ну, конечно, на природе, конечно. Что на природе это хорошо. Да? Да. Это замечательно, что на природе. Так, ребята, по первому варианту. Быстренько, быстренько, работаем. Так, встал. Встал, 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 встал. Встал, встал, встал. Я не понял. Все, потом объясню. Это пудра. Кувшинчик, приготовились. Все. Так, туда. Улыбочка. Вот так, Иван Павлович. Вроде ничего. Да, да. Да. Ну, потеряем голоса рабочих, потеряем. Но получим голоса крестьян. Да. Вот так, вот. Вот так, вот. Напугал ты меня. Ну, что ты, Петрович, ты же взрослый человек. Чем ты занимаешься? Ну, как тебе не стыдно? Это мне не стыдно? Это как вот ему не стыдно. В каком смысле? Да, в прямом. Это же Гузякин вот это. Гузякин. Я же его лично знаю. Козел натуральный. И туда же, понимаешь, в кандидаты. И вот у него борода, у него как у козла, у него борода. Вот такая вот. Гузякин, говоришь. Гузякин, Гузякин. А ну дай мне, дай мне. А ну-ка. Вот так. Ну, что ты делаешь? Ты его не знаешь? Ну, лично я его, конечно, не знаю. Но жену его, Люську, Люсьечку, Люсьен Гузякину, я знаю очень хорошо. Так что рога у него тоже, как у козла. Можешь мне поверить. Люська, я... Нет. Гузякин, Гузякин. Гузякин. Внизи.